Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю играть в Android Gungeon, и, может быть, сегодня у меня что-нибудь получится. Я хочу играть за охотницу, я хочу... О, я в прошлый раз за морфеха не взял альтернативный скин. Ну, допустим. Допустим так. В прошлый раз я выполнил охоту. И теперь мне нужно какие-то акули-пули или что-то подобное убивать. И также у меня есть 15 денег, на которые я, правда, ничего интересного не могу купить, потому что я хочу купить то, что здесь продается. Конкретно рельсу и... Всё, по сути. Остальное мне не настолько интересно. Потому что это... Это вообще какая-то хрень, по-моему. Это я не знаю, что делает, но посмотрим. Рельсовая пушка звучит как хороший план. Микроплатёжное ружьё. Это 100 монет. Наверное, будет последнее, что я открою. Ну и, собственно, всё. У этого чувака я могу что-нибудь купить. Окаменелая пушка, глубоководные щупальца, ударнопалмом. Но я, пожалуй, покоплю на рельсу. И потом уже буду думать про всё остальное. Правда, по-моему, рельсы это... Самой крутой редкости пушка, так что я её никогда не увижу. Ну, как никогда не увижу. Это чёрные сундуки. То есть такая же редкость, как дезинтегратор, как... Что ещё там у меня было интересного? Из такой редкости. Ну, чего-то когда-то, наверное, было ещё. Мечи-пушка, по-моему, той же редкости. Вот этот мимик. Ну, мимик вместо первого сундука это приятно, потому что мне не нужен ключ на то, чтобы открывать синий сундук. Но, с другой стороны, мне нечем убивать этого мимика, что немножко напрягает. По-моему, пистолет немножко более эффективен против него. Эх. Меня бесит этот перец. Я не считаю его хоть сколько-то полезным. Он дамажит врагов в небольшом радиусе вокруг меня. Очень небольшом и довольно слабо дамажит. То есть, да, если я нахожусь близко к толпе слабых врагов, то они постепенно умирают, но... Очень постепенно... Ну, хотя в большинстве случаев это означает, что на них потом меньше выстрелов нужно. Ну, собственно, я не хочу находиться на таком расстоянии от врагов. Никогда. В этом проблема. Если бы оно работало на полкомнаты, тогда да, тогда это было бы полезным предметом. Ну, или хотя бы там раза в два больше радиус. Так как сейчас это довольно бессмысленно. Я, скорее всего, не пойду на секретный уровень, но я, по крайней мере, открою его. Ну, в смысле, открою вот эту вот хрень. Посмотрим. Может быть, я изменю свое мнение. А, и да, сегодня у меня... Ну, не то чтобы сегодня, а, скорее, конкретно сейчас у меня времени слегка ограничено, так что... Особенно много ранов. Я не буду начинать. То есть, возможно, это видео будет короче... Ну... Может быть, оно не будет короче, чем обычно, если это будет длинный, хороший ран. Но если я там через 30 минут после начала видео умру, то я не буду начинать еще один ран. Ну, и моя цель это все еще... ...пройти четвертого босса, не получая урона, чтобы открыть, наконец, шорткат. Не ради шортката. Шорткат, как таковой, мне совершенно не нужен. Я им никогда не буду пользоваться. Но это, во-первых, откроет... ...новый предмет. Во-вторых, это откроет боссраж. Что звучит как интересная идея. А, да, мне хватает одного болта. Я почему-то забыл, что это первый уровень. Почему бы это? Ха. Собака выкопала... ...пустышку. Собака выкапывает пассивки иногда. Не пассивки, а просто предметы. Ну, иногда пассивки... ...я не уверен. По-моему, нет. По-моему, она не может выкопать предметы. Она может выкопать только там патроны, аптечки, такую вот всякую хрень. Сундуки, по-моему, нет. Я даже не знаю. Рестартить или не рестартить? Наверное, рестартить. У меня абсолютно бесполезны оба предмета из сундуков на первом уровне. Так что я, пожалуй, откажусь. Это был не очень правильный перекат. То есть, да, понятно, я за охотницу играю, так что у меня есть арбалет, который хорош против первого босса. Но все равно, мне не хочется играть ран, в котором я нашел деревянный сундук с трэшовой пушкой и перец. Перец это, на мой взгляд, где-то на том же уровне, что деревянный сундук с трэшовой пушкой. По полезности. Окей. По-моему, на него после этого, да, нужен один гастрой из пистолета. Гораздо лучше рестартнуть и получить что-нибудь хорошее на первом уровне, ну или хотя бы потенциально полезное, а не перец и трэшовую винтовку. Сердце. Мне на удивление нужно, ну, не на удивление, но нужно. Обычно на первом уровне мне сердца не очень нужны сердца. Ну, у меня будет второй ключ в любом случае. Оу. Давно не было. Фотоаппарат. Он не то чтобы хорош, но на первых уровнях он полезен. Потому что он дамажит все в комнате. Довольно слабо дамажит, но все-таки дамажит все в комнате. Это делает его достаточно полезным предметом. Ну, а после где-то там второго... Да, наверное, после второго уровня у него уже урона недостаточно остается, чтобы быть эффективным. Ладно. Как-то мне много дропается патронов. Ну, естественно, они перестанут дропаться, как только они станут нужны. Ну, пока дропаются... приходится их использовать. Что я еще с ним сделаю? Больше ничего мне не нужно в магазине. Такие вот комнаты идеальны для фотоаппарата. Потому что я просто два раза стреляю, и все дохнет. это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Да что такое? Ну, хотя бы секретка. Верните мне мою пустышку. Что рядом с секреткой, я не уверен. Это не еще одна секретка, правильно? Или их может быть две настолько рядом? По крайней мере, не отсюда вход. Возможно, из первой секретки вход туда. Возможно, это... Не уверен, что оно так работает. Можно ли сюда спрыгнуть? Если сюда можно спрыгнуть, то... А, нет, сюда нельзя спрыгнуть. Это первый уровень. Черт. Я почему-то думал, что это второй уровень, и я могу спрыгнуть на входе. Но нет. Ладно, неважно. После босса, может быть, потрачу пустышку в какой-нибудь комнате поблизости. Если она останется после босса. Скорее всего, она не останется после босса. Так. А, вон там. Гастов. Это не должно быть особой проблемой. Хотя у меня есть желание использовать пустышку. Но она здесь не нужна. Если я еще попадал всегда, было бы немножко лучше. Ах. Что такое? Почему хорошего оружия не существует? Я использую пустышку здесь. Это мне абсолютно ничего не даст, и я пойду дальше. Нет, я не пойду дальше. Я пойду куплю еще один ключ. Пока я могу. И продам нафиг муравья, потому что он говно абсолютно. Да. Звучит как хороший план. Муравей я просто абсолютно ненавижу эту пушку. Она неудобная тем, что у нее режимы переключать приходится. и я буду просто получать урон, если я буду пытаться ее воспользоваться, потому что там нужно сначала пострелять одной фигней, потом переключиться, потом пострелять другой фигней. И пока я там думаю, куда мне сейчас нужно там стрелять, переключаться, или что мне вообще нужно делать, в этот момент я получаю урон. Так что лучше я просто избавлюсь от нее сразу же. и буду спокойно дальше убивать всех фотоаппаратом. Всех, кроме вот этого вот говна. Скорость перезарядки бы. Окей. Сойдет. Пушка Зорга неплоха. Хороший автомат, хотя патронов мало. О, на снайпер не хватает, двух устров. Вот этих вот хрени мне нужно убивать, правильно? Или тот вариант, который на пятом уровне встречается? Я не знаю. Мне лень смотреть. Учитывая, что их там нужно было штук 20 убить, наверное, и идти. Ну, хотя с другой стороны. Не знаю даже. Даже не знаю. Черт, я промахнулся. Ну, по крайней мере, это одна из самых лёхих комнат, в которых эта хрень спавнится. Черт. Пушка Зорга самонаводящийся автомат с неплохим дамагом и с ракетой самонаводящейся вместо последнего выстрела, или гранаты, или еще чем-нибудь. Я уже не помню точно. Я ведь еще не подбирал ключ на этом уровне. Тогда я оставлю его лежать там. Ау. Почему они на мне спавнятся? Почему он не может заспавнить там в середине комнаты где-нибудь? Чтобы я его не подобрал случайно. Но, с другой стороны, все нормально. Полярис звучит как очень хороший план. Я с ним немножко побегал в позапрошлом видео, по-моему. И мне он очень даже понравился. Если я найду его в начале игры, то он будет вообще, наверное, хорош. А, это... Это эта комната. Ладно. Я оставлю фотоаппарат пока что. Из него добью эту хрень. И эту хрень. И вот теперь шотганера я уже добью из арбалета. Наверное, так. Арбалет, конечно, тоже кончается. Но он не настолько критичен для меня сейчас. Блин, сложный выбор. Ну, теперь у меня две собаки. Отлично. Это, говорили, хорошее? Нет, не сложный выбор, потому что на эту хреновину мне не хватает денег. Тогда окей. Тогда Полярис. Если мне на него хотя бы хватит денег. Надо было на прошлом уровне продать еще и... Арбалет? Не знаю даже. Может быть. Спасибо, потому что у меня нет, которые я могу продать на прошлом уровне. А здесь уже босс. Босс, скорее всего, дробнит немножко денег. Мне нужно там два цента, ну, два... Два того, в чем здесь измеряются деньги. Окей. Так проще. Иди нафиг. Промах. Ну, готово. Пушка Зорга, в принципе, неплоха для ранних боссов. Да, денег я получил вполне достаточно. Судья хорошая штука. Мастер Патрон, естественно. Жизнь, естественно. И дай мне Полярис, который станет моим основным оружием, наверное. Все, на этом уровне больше делать нечего. Искать секретки мне лень. А поменять все местами мне не лень. Это на двойке, это на тройке, это на четверке, это на пятерке, это на шестерке. Потому что фотоаппарат... Я зря к нему подбирал патроны. Карболета они бы... Карболета они бы почти... Примерно настолько же помогли бы. Просто фотоаппарат уже на третьем уровне совсем как-то не катит. Я сейчас, конечно, попробую. Но, по-моему, мне уже нужно три попадания на самых трешевых врагов. Ну, в некоторых комнатах он вполне... Вполне адекватен. Черт. Да. Тупые двери. С их нишами. Окей, надо использовать полярис. Надо его хорошо использовать. Потому что полярис это такая штуковина, с которой получать урон это вообще плохо. Потому что если я не получаю урон, то он усиливается. Точнее, он усиливается сам по себе от убийства врагов. Но если я получаю урон, то он сбрасывается назад. В общем, все плохо. Надо научиться играть уже. К сожалению, он апгрейдится только от убийства врагов, пока он в руках. И убийств нужно довольно много. Ммм, метроном бы еще, кстати. Который тоже от убийств повышает мой урон. Иди нафиг, чувак. Блин. Я ненавижу этих тупых вафлящих магов. От них все проблемы. И от комнат, в которые я захожу с неудачного направления. Потому что я захожу, оказываюсь в углу, уворачиваться мне некуда. Со всех остальных сторон толпы врагов. Это ужасно. Ну, хотя бы я жизнь могу восстановить на этом уровне. Но, блин, мне бы ее не тратить. Окей, второй уровень есть. Уже лучше. Окей. Может быть, я куплю у него патроны потом. Я обойду на всякий случай. Я, по-моему, могу перепрыгнуть. Но не буду. Падать туда я тоже не буду. И открывать этот тупой деревянный сундук я тем более не буду. Он мне совершенно не нужен. Какой нокбэк все-таки у Поляриса хороший. Этого как-то не замечал, когда я его в прошлый раз использовал. Теперь мне нужен только дроп патронов. Ну, нет, не только дроп патронов. Мне не помешает еще куча всего полезного. Но дроп патронов мне нужен в том числе. Вы из стола не мешайте мне ходить. Это не дроп патронов. Совсем не дроп патронов. Я, конечно, могу подобрать эту жизнь. Она не особенно нужна, потому что на этом уровне есть фигня, которая мне полностью восстановит жизнь. Но все же... Ммм... Отличное оружие. Леглап не отваливается при смене. Уже хорошо. Хотя, по-моему, я это уже проверял. Ну, раз такое дело... Упс. При выкидывании я почти уверен он отвалится. Так что надо быть немножко аккуратнее. Да, раз такое дело, я все сдвину на одну пушку. И пока что побегаю с мега рукой. Хотя... Это легкая комната. Это уже не легкая комната. Окей, третий уровень есть. Совсем крутые выстрелы. Теперь я побегаю с мега рукой. Заодно я узнаю... Блин. Что это за фигня? Заодно я узнаю сбрасывается ли при... Сбрасывается ли уровень поляриса при получении урона, если он не в руках. Ограбление плюс перезарядка? Это восстановило у меня все патроны? Я не уверен, сделало ли это еще что-то. Ладно. Возможно, у меня там убавилось денег или, возможно, оно должно было отобрать все мои ключи, скажем. но у меня их и так нет. Посмотрим. Но полное восстановление патронов это хорошо. А, точно. Хочу как можно быстрее убить этого босса, так что я не уворачиваюсь, а использую пустышки. Возможно, зря, потому что мне бы 4 пустышки пригодились на следующем боссе. Но пофиг. Скорее всего, я без пустышек не прошел бы его без хотя бы двух. А так я его, по крайней мере, побыстрее убью, и он... А, черт! И он не успеет свою темноту включить, но успеет по мне попасть, потому что, блин, со всех сторон всякое говно. И бессмыслный шприц, который мне совершенно не нужен. Ладно, я могу восстановить жизнь на, там, полсердца, но лень тратить на это время. Но прокачанный полярис это вполне решение для убийства боссов. ДПС у него очень хороший. Так что сейчас моя цель это прокачать полярис и дойти с ним докачанным до третьего уровня до босса. Потому что, если уж я пройду босса, не получая урона, скорее всего, это будет именно с этой пушкой. Патроны надо будет где-то взять, но патроны взять это не такая уж проблема, по-моему. То есть, если что, я их, скорее всего, там, в магазине смогу купить или еще что-нибудь подобное сделать. окей, Нет Полярис прокачан Дальше мега-рука, она против Она экономичнее против трассовых мобов И примерно так же эффективна Черт, я думал он уже стреляет Черт, нет, Полярис отваливается При получении урона с другим оружием в руках Как же меня бесит эта комната Окей Прокачиваю его заново Прокачиваю его совсем заново Ненавижу этих магов Это конечно очень серьезная проблема этой пушки Потому что если я два раза получу урон Прокачать ее заново почти невозможно Если я не на первом уровне Потому что мне сколько нужно там Мобов 50 убить Чтобы с первого уровня до третьего ее докачать При этом первого уровня и Полярис Мобов на четвертом уровне довольно Плохо убивает По-моему если бы он Окей Я не буду пытаться его прокачать Потому что я им никого здесь нормально убить не могу Если бы он не сбрасывался при другом оружии в руках Это было бы достаточно интересным решением То есть в данный момент Полярис это пушка Которую я беру И если я хочу с ним играть Мне нужно вообще никогда не получать урон Если я хоть когда-то получаю урон Он становится абсолютно бесполезным Если бы у меня Если бы он не сбрасывался при другом оружии в руках То это было бы Как бы отдельное решение Хочу ли я использовать в сложной комнате Полярис И быстро все убить Потому что он эффективен Но рисковать что у него уровень отвалится Или не хочу Сейчас такого решения нет Потому что я в любом случае рискую что он отвалится Я просто могу его использовать Чтобы быстро все убить Потому что он эффективен Или я могу использовать любое другое оружие И все равно рисковать потерять его Его бонусы Я пока подожду Это босс Которого мне нужно убить Не получая урона В данный момент я не могу это сделать Скорее всего Потому что у меня есть У меня нет оружия хорошего для убийства боссов Без получения урона То есть есть Но оно не проапгрейдено до нормального уровня И никогда не будет Потому что на этом На этом этаже не хватает монстров Скорее всего Чтобы просто проапгрейдить этот Полярис До максимального уровня Даже если я не буду получать урон И буду всех из него убивать Ну и патронов мне на это не хватит Ну ящик с патронами здесь есть конечно Сколько он стоит 45 А ключ стоит 38 Я могу и то и другое Да я вроде бы могу и то и другое купить Я конечно не умею считать так что возможно я ошибаюсь Но по моему По моему сходится Миллион километров без телепортов Обожаю такие комнаты Я все еще не вижу никакой причины По которой в каждой комнате Не могло бы быть телепорта То есть нет Я вижу причину И это Та же причина По которой В игре присутствует Большая часть тех вещей Которые мне в ней не нравятся Это Ну скажем так Неопытность разработчиков То есть тут очень много Много таких Ну не очень много опять же Но достаточно много таких Странных Решений в плане геймдизайна Которые По другому сделать было бы лучше Но Там не подумали Или еще что-нибудь такое Зачем Зачем Один из самых бессмысленных предметов По моему Оно убивает Три комнаты За меня То есть За каждое использование Я когда-нибудь найду комнату В которой не будет врагов И будет записка Я не получаю Никакой лут Который был бы в этой комнате Я Собственно Не убиваю врагов Которые были в этой комнате Естественно В общем Не знаю Мне кажется Совершенно идиотский предмет Также я все еще не знаю Чем я хочу Убивать босса Штурмовая винтовка Может быть Полярец естественно Не прокачан Как я и говорил Тут нет достаточного количества врагов Чтобы его прокачать Мега рука Абсолютная хрень Против боссов Ну как и героиня Он просто Это очень неудобная пушка Для убийства боссов То есть ДПС-то Окей Нормальный Судья Наверное что-то из этого всего Это мне явно пригодится Если я хочу босса без урона Пройти Так И теперь Эквип Полярец мне резко Разнравился Опять же Если бы он оставлял Свой Уровень Если я получаю урон С другим оружием В руках Это бы стало Одним из моих Любимых оружий в игре В таком варианте В котором он существует Нет Просто нет Что лучше Из этих двух Я даже не знаю Это и другое Так себе И это не стена В убийстве Которое Я еще более-менее Уверен То есть я не уверен Что я могу ее убить Без урона Но я уверен Я не уверен Что я сейчас смогу ее Смог бы убить Без урона Но я уверен Что я могу ее В принципе убить Без урона Столбы И Как его зовут Приста Я очень сомневаюсь Что я могу убить Вообще Хоть как-то Без урона С текущим Своим Снаряжением Естественно Это Естественно Его тупые Самонаводящиеся Рандомно Летающие парни Выстрелы Я не удивлен Я вот вообще Не удивлен Это самый тупой Босс из всех Четырех На этом уровне То есть да Когда я начинал Я не мог убить Стену Она меня Напрягала Все остальное Меня напрягало Меньше Потому что Я не умел ее убивать Сейчас когда я Много раз Убивал всех боссов Этого четвертого уровня Это самый тупой У него есть его тупой режим Когда темнота И его нельзя дамажить У него есть вот эта Тупая атака У него есть эти Рандомно летящие Из стен Сомонаводящиеся пули Вот эти вот Которые за мной гоняются Это наверное Худший босс в игре Вообще При этом он даже Он не такой уж сложный Сам по себе То есть для меня Столбы сложнее Но это тупой босс А столбы это Более-менее адекватный Но сложный босс Ну как более Ну да Не то что более-менее А вполне адекватный По-моему Я не могу так Сразу сказать Если с ними Если у них Какие-то минусы Или какие-то проблемы По-моему нет Ну возможно я Просто Не настолько хорошо их знаю Ну ладно Свою цель я не выполнил Так что Так что Все Народ говорит Что эта пушка Это отсылка к прототипу Я не помню Там ничего такого Но я играл только в первую часть Возможно в второй Зато другой народ Говорит что это Отцелка к нюклеострону И там я помню Такую хрень Там это у хоррора Его обилка Примерно таким же лучом Стрелял только зеленым Ну и также В описании Радиацию упоминается Радиоактивного облучения В то время как В прототипе вроде как Никакой радиации не было Я не помню Я играл только в первый Давно и И все собственно Но пушка хорошая Проблема только в том Что кончается быстро Как же я ненавижу этих магов Это не патроны Да Героине конечно лучше в том плане Что она вот этих вот Чуваков Шитганеров Убивается одного Но тем не менее Мегарука мне нравится Больше в целом Потому что Чаще приходится убивать Совсем трещевых врагов Типа вот этих вот На которых мегаруки хватает И их обычно много Так что более быстрая Зарядка мегаруки Это серьезный плюс Ну естественно героиня Тоже очень хорошая пушка У меня нет ключей Так что я зря сюда захожу Потому что он мог бы Например Взорваться Или еще что-нибудь подобное Ну что поделать Ключ не Ненависть Что бы сюда засунуть Наверное Вот это и полярис Потому что полярис Не прокачанный И поэтому говно А К мутации патронов Нет И то и другое По-моему достаточно Выскатировая оружие Вполне достойно Вполне достойно Я все еще понятия не имею Чем я буду убивать босса Ну да ладно Возможно я не буду Убивать босса Как ты выжил Чувак Или у него Ушанка защиты Из Как оно называется Из дивизиона А точно Я же мутацию Только что потратил Да Если бы только Эти патроны Дропнулись немножко раньше Мутация была бы Наверное Хорошим вариантом Против босса Окей молоток Ключей мне не дадут Видимо Я конечно У меня и без них Нормальная ситуация Конечно Но все таки Хотелось бы Открыть там Пару сундуков Но видимо нет Видимо игра не согласна По-моему даже на таких Живучих врагов У героини Больше времени Уходит Потому что На них все равно Нужно несколько выстрелов То есть там Допустим Из этой хрена Три Из героини Два Но героиня Два раза стреляет Дольше чем Мега рука Три Потому что у мега руки Реально очень быстрая Зарядка до полного урона Все еще нет ключей Мимиков тоже нет И уровень закончился Так что ключи взять негде Окей Я могу и так пойти К боссу И скорее всего Его убить О нет Ножей Самая неприятная Его атака Особенно неприятная Когда у меня нет Ничего достаточно ДПСного Чтобы эти ножи Очень быстро убить А у меня еще Не долетает Вообще до левого ножа Моя текущая пушка Он у меня нажал На кнопку пустышки Не знаю почему Она сразу не применилась Пришлось второй раз Нажимать Нет ДПСа не хватает Как насчет этого Это тоже так себе ДПС Ээээ Окей Неудачный перекат Патроны почти кончились Опять ножи Да что такое Черт Черт Не смешно Совсем не смешно Я по моему ножам Уже больше урона Нанес чем боссу Окей Пофиг В любом случае У меня время Кончилось Так что если бы я его убил Я бы Если там Можно это сделать Не пошел бы в ад А обошел бы его И закончил бы ран на этом Увы Но в целом Это довольно хороший ран был Кроме того факта Что Ну что у меня нет Ничего совсем реально Хорошего против боссов И кроме того факта Что полярес Это Очень печальная пушка Оказалось Я так надеялся Что он хороший Но увы Ладно Я надеюсь вам понравилось Это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...